От психологической подготовки и способов снятия эмоционального напряжения до правил оформления и исправления ошибок. Буквально через полтора месяца выпускникам предстоит написать единый государственный экзамен. О том, как избежать чрезмерного волнения и досадных ошибок, ребятам рассказали учителя, выступающие в роли экспертов ЕГЭ и педагоги-психологи. Я всем желаю вам удачи на ЕГЭ. Я желаю вам верить в себя. И самое главное, я желаю, чтобы вы понимали, что если вдруг что-то произойдет не так, это точно не конец света, и впереди перед вами в любом случае все дороги, и вы найдете способ для их достижения. Акция «Стубалов для победы» стартовала пять лет назад по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Традиционно к ней привлекают выпускников прошлых лет, которые показали успешные результаты на ЕГЭ. Сверстники делятся с 11-классниками секретами успеха и дают напутственные слова, перед тем как те сядут за парту и получат задание единого госэкзамена. Нужно хорошо спать. Это самое главное. Нормально отдыхать, гулять, дышать свежим воздухом, и тогда волнение уйдет. Ну и обязательно готовиться, чтобы быть уверенным в себе. Еще одна выпускница третьего лицея Настя Михеева, как и другие 11-классники, старается уделять как можно больше времени дополнительным занятиям. Настя готовится написать ЕГЭ по математике, русскому языку и информатике. Выпускница считает, что единый госэкзамен – это не повод для паники, а возможность показать все то, чему научился за 11 лет. Мне кажется, главное тут – это спланировать свое время, чтобы оставалось время как на учебу, так и на отдых. Потому что загонять себя перед экзаменом – это тоже, я считаю, неправильно. ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Основной начнется 27 мая и продлится до 1 июля. Дарья Цыпорыгина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.